Партнер показа сеть фирменных магазинов Гефест. Труднее всего исправить ходячую энциклопедию, сказал когда-то польский юморист Вацлав Боровинский. Но мы попытаемся сегодня сделать именно это. Тем более, что речь пойдет об энциклопедии гомельской музыки. Меня зовут Сергей Косноборот. За музыкальным инструментом Александр Гулай. И в гостях у нас Вячеслав Сухоцкий. Здравствуйте, Вячеслав. Добрый вечер, Сергей. Ну что ж, правда ли, что вы ходячая энциклопедия, и эту ходячую энциклопедию сложно исправить? Нет, не совсем так. Я всего лишь собираю информацию для энциклопедии. Сам же энциклопедией я вряд ли являюсь. Ну, тот человек, который собирает информацию, наверное, сам в ней как-то ориентируется. Энциклопедия гомельской музыки. Все верно. Что это такое? То есть есть детская энциклопедия, понятно. Зоологическая энциклопедия, понятно. Энциклопедия, там, я не знаю, домашнего хозяйства, понятно. Что такое энциклопедия гомельской музыки? Ну, я сразу вас поправлю. Не гомельской музыки, а музыки целой гомельской области. Так, хорошо. Когда несколько лет назад впервые появилась информация, что я собираю информацию для такой книги, в интернете было много комментариев, смысл которых садился к тому, что стоит ли вообще начинать работу ради нескольких страниц. Вот, 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 вот. Это как раз... В данный момент страниц уже написано больше двухсот, и это только текст. С многочисленными фотографиями получается объем еще больше. Я это рассказываю к тому, что гомельчане даже не подозревают, насколько объемная и интересна история музыки Гомеля. Именно ради этого я и начал заниматься этим. Вот именно поэтому мы и встретились с вами в студии. Как давно начали заниматься, и откуда вообще идея? Зачем это? Заниматься начал несколько лет назад. А идея возникла из того, что жители Гомеля или даже Беларуси хорошо знакомы с историей зарубежной музыки, рок-музыки и поп-музыки. Но вот ответить на простой вопрос, а когда все-таки в Беларуси или в Гомеле появилась первая рок-группа, не сможет никто. Такой информации нету, и никто не интересовался, и никто не фиксировал. Именно поэтому я пытаюсь разобраться, найти истоки возникновения современных исполнителей, и все-таки найти ответ на вопросы, когда впервые появилась в Гомеле рок-музыка, когда впервые появилась джаз-музыка, что было в 20-30-х годах, и что после войны. И удается узнать? Да, удается. А каким образом? Каким образом узнать? Ну, хорошо. Современная, понятно. Современная музыка, она здесь кругом. Такое ощущение, что кроме музыки вообще ничего не существует. Только музыка. Причем трудно назвать это музыкой современной, но это уже отдельная тема для разговора. Но вам пришлось посмотреть музыку прошлых лет? Да, совершенно верно. Я общался и общаюсь с очень многими музыкантами гомельскими, как прошлого, так и настоящего. Благодаря им я и узнаю практически всю информацию, начиная от 60-х годов и до наших дней. В поиске информации более раннего периода, начиная с 10-х, 20-х годов прошлого века, основным источником, конечно же, является интернет и архивы газет, архивы государственные. Там можно почерпнуть немало интересной информации, особенно с гомельских газет. В отличие от сегодняшних дней, они музыке и культуре посвящали очень много места газетного и очень подробно рассказывали как о каких-то благотворительных вечерах, где играли музыканты, так и о концертах приглашенных музыкантов. Например, какие гомельские газеты? Гомельская правда, самая старейшая газета? Гомельской правды тогда еще не существовало. Были Гомельская копейка, Полесская правда и так далее. Газет было не так уж и мало, их было 3-4 в начале прошлого века. И о чем писали? Ну, касательно музыки, например. То, что полезно для энциклопедии. Писали о концертах. То есть в Гомель существовали различные общественные организации, которые приглашали музыкантов играть на вечерах. Об этих мероприятиях очень подробно и описывали корреспонденты. Описывали очень интересно, обращая внимание даже на то, какие руки были, допустим, у скрипача, насколько органично они смотрелись с инструментом. То есть обладали очень нехорошим слогом гомельские журналисты начала прошлого века. Хорошим, да? Хорошим, да. Сейчас, к сожалению, уже таких статей не встретишь. Настолько описывающих музыкантов, с такими анатомическими даже подробностями. То есть именно с художественной точки зрения, кроме того, что информация там, так там еще и стилистика есть. Да, и стилистика. И даже там была описана такая богемная жизнь Гомеля. Кто, где продавал цветы, кто пил какое шампанское, кто с кем общался на этих вечерах. То есть информации очень много можно получить достаточно интересной и необычной. Газеты каких годов, вот вы сейчас говорите? Гомельская копейка, да? Да. Каких годов? Это 10-20-е годы прошлого века. И богемная жизнь тогда заключалась именно вот в... Кто какое шампанское пьет? Ну, наверное, общество-то было разделенное, очевидно, верха только, в отличие от современной богемы. Ну, да, описывалась жизнь богатого слоя населения Гомеля. Да, действительно, очень много уделялось внимания, кто именно таким вещам, кто именно какое пьет шампанское, и кто у кого какие цветы покупает. Иногда даже это занимало место больше, чем описание самого концерта. То есть это было важно, очевидно. Да. Это как костюмчик откуда, то есть бренды, бренды, гомельские бренды были, да? Какие-то имена помните оттуда? Ну, например, вот если говорить про 10-е, 20-е годы, описание концертов, если уже гомельской музыки, какие-то звучные имена там вы к себе в энциклопедию взяли? В книге, конечно, они будут фигурировать, но сейчас не вспомню их. Утесов. Это я вспоминаю. Потому что где-то в воспоминаниях Утесова, по-моему, он первый раз получил свою премию какую-то, ну, назовем это так, заслуженную. В Гомеле проходил конкурс частушек, что ли, и он из Одессы приехал в Гомель, чтобы тут выступать. Ну, в Гомеле, по-моему, Утесов достаточно тесно связано, или нет? Да, совершенно верно. Во-первых, в его автобиографии описана встреча в Гомеле с писателем Аркадием Аверченко. Этому фрагменту Утесов посвятил большой кусок книги. Эта встреча для него была очень важна, и, как он сам пишет, эту встречу он помнил всю жизнь и хранил портрет Аверченко. Портрет именно получил в Гомеле. В Гомеле он выступал на открытии одного из увеселительных заведений. Касательно Утесова... Это в каком году было? Это был 18-й год. Касательно Утесова и Гомеля могу рассказать еще одну историю. Все знают, что в Гомеле есть педагогический колледж имени Выгодского. Некоторые знают, что Лев Семенович Выгодский – это всемирно известный психолог. Но немногие знают, что он еще был и очень талантливым журналистом. Как раз в 20-е годы он несколько лет работал в гомельских газетах и писал статьи о культурной жизни Гомеля. Выгодский очень хорошо разбирался в театре, и таких статей, как он писал о театре, в Гомеле больше никто не писал даже сейчас. Про музыку Выгодский писал не очень много, но есть среди его статей небольшая заметка о приезде Утесова в 1922 году, про выступление Утесова со своим театром. И это, заметьте, за 10 лет до выхода кинокомедии «Веселые ребята», которая сделала Утесова всесоюзно известным актером и певцом. Это можно назвать тот случай, когда один гений написал о другом гении. То есть Вы хотите сказать, что в Игодске, в Гомеле еще до выхода всесоюзной известности Утесова уже здесь предвидел, увидел его талант и его будущее? Да, как я и сказал, Выгодский обладал очень хорошим журналистским стилем. Действительно уникальный был журналист для Гомеля. И в ярких и интересных словах он описал действительно приезд Утесова и предреки им большое будущее. Хорошо. Кроме Утесова? Кроме Утесова в Гомель в начале прошлого века приезжало немало известных в то время исполнителей. И оперные певцы, и актеры театра и балета. Сегодняшнему читателю, зрителю эти имена мало что скажут, но тогда они действительно были на слуху, и все их выступления происходили с большим ашлагом. Их ждали, и их потом вспоминали. Выгодский в том числе и описывал и приезд и балерин, и актеров театра, минских, одесских, харьковских. Культурная жизнь в Гомеле была довольно насыщенной, судя по гомельским газетам. Ну это 20-е годы, да? 20-е годы, да. 20-е годы. А дальше, последующий период, у Вас есть информация? Вот вообще на что отказываться? Да, конечно. Информация в основном до военного периода черпалась из гомельских газет, в частности, гомельской правды. И судя по гомельской правде, тон уже немножко изменился в сторону политической окраски. То есть в 30-е годы? Да, в 30-е годы. Понятно, по каким событиям уже значительная часть гомельских газет посвящалась не культурной жизни, а политическим и экономическим. Больше уделялось внимание колхозам, совхозам. А если касалось культуры или музыки, то это были скорее благодарственные письма колхозников, товарищу Сталину, с благодарностью, что теперь работникам у колхозов можно в свободное время заниматься музыкой, петь в хорах и участвовать в самодеятельности. Ну а какие-то коллективы тогда были уже, которые можно, как бы, ну вот, не знаю, как хор Пятницкого, например, вот если уже брать народную музыку или оркестры какие-то, то есть никаких знаковых таких коллективов 30-е годы, ну, к гомелю привязанных нельзя назвать? Вы, во всяком случае. Были коллективы, были областные коллективы, которые ездили в Москву на различные всесоюзные выставки и фестивали самодеятельности, которые даже выступали перед Сталиным. Такие коллективы были, и они даже отмечались наградами, о них писали в гомельских газетах. Свои энциклопедии, вы этому тоже уделяете внимание? Естественно. Так, заинтриговали. В период Великой Отечественной войны. В Великой Отечественной войны музыка никуда не делась из гомеля. Она продолжала быть сразу после начала Второй мировой войны, Великой Отечественной войны вернее. В гомеле образовалась первая концертная бригада, которая и съездила выступать по военным частям по гомельской области с концертами. Одна из самых известных участниц этой бригады была Вероника Борисенко, известная очень оперная певица, которая впоследствии очень долго работала в Москве, и которая получила различные награды и премии. Основу бригады составляли актеры гомельского театра, которые читали стихи, пели песни, делали какие-то сценки. В то же самое время в гомеле энтузиастами продолжали устраиваться различные музыкальные вечера, помощь военнопленных в больницах. То есть музыка, она никуда не исчезала, конечно, в меньшей мере, но она была и помогала людям пережить это тяжелое время. Гомельчане, которые отсюда толканулись хотя бы до войны, после войны, в этих коллективах участвовали, ну вот как начальная площадка. Они, естественно, участвовали, и достаточно много их было. Гомель вообще является таким плацдармом для более высоких целей. Хорошее слово «плацдарм». Это к слову того, что мы начали говорить о Великой Отечественной войне, да? Да. Вообще большой очень пласт довоенной музыки, естественно, касается еврейских исполнителей. Это, к примеру, Аарон Лебедев, который в 20-е годы прошлого века уехал в Америку и стал там очень известным исполнителем на Бродвее. Его можно считать первым гомельским исполнителем, который записал собственную пластинку. Немало евреев уехали и также в Америку, и в другие страны, и стали там знаменитыми композиторами, дирижерами. Как известно, была большая волна эмиграции с Советской России в другие страны, и очень много талантливых музыкантов уехало. Скрипачи? Не только. Певцы, дирижеры, театральные актеры. Очень много талантливых было людей среди еврейского населения. Хорошо. Давайте дальше немножко продолжим. Вот 50-е годы, предположим, да? То есть 40-е, 50-е. Дальше. В 50-е годы основу гомельской музыки, естественно, составляла самодеятельность. Это был возрожденный клуб железнодорожников и ансамбль «Рыбальченко», самый известный гомельский коллектив того периода. Он сформировался из ансамбля танца и позже стал еще и ансамблем песни. Это был самый знаменитый гомельский ансамбль, лауреат многих премий, заслуженный коллектив БССР. Также существовало при каждом... Это он где-то после войны, да? Сразу какой там год? 46-й, 47-й образование? Позже? Год не помню. Ну, примерно в это время, да, после войны. Также при каждом колхозе, совхозе, заводе, предприятии существовали свои коллективы самодеятельности. Певцы, танцоры, частицы стихов, жонглеры, мимы. Всю талантливую молодежь направляли на самодеятельность. Хорошо. Опять-таки, личности какие-то. Ну, потому что, да, понятно, раз есть центр культуры, то там обязательно должна быть вокруг. Кто-то должен этой культурой заниматься. Кружок вышивки крестиком, и тут же кружок хорового пения. Личности какие-то есть? В 50-е всех затмевал Рыбальченко. В «Гомельской правде» даже была статья, в которой обвиняли руководство клуба «Железнедорожников», что они слишком много внимания уделяют этому ансамблю и не позволяют развиваться другим. И предлагали как-то равномерно развивать и остальные кружки, и не концентрировать внимание только на ансамбле песни и танцев Рыбальченко. То есть Рыбальченко не давали развернуться, что ли, в полную меру? Или это зависть так творческая в творческих коллективах, не глядя, это Москва, Америка или «Гомель»? Это была традиционная газетная критика. Тоже руководство Дворца железнедорожников упрекали, что они слишком мало уделяют внимания идеологической работе. И буквально через неделю газета «Гомельская правда» отчиталась со статей, что для школьников провели новогодний утренник. На этом утреннике им прочитали лекцию о товарище Сталине и показали сценки из жизни товарища Сталина. Вот такой вот новогодний утренник провели для детей и отчитали, что коллектив Рыбальченко в этом утреннике не участвовал. Не участвовал, но идеологическую работу подправили в нужное русло. Это тоже относится к культуре, к музыкальной культуре, к энциклопедии музыкальной «Гомеля»? Ну, безусловно, это «Гомельская культура». И я не ставил целью написать столько о музыке от и до. То есть я старался фиксировать и различные интересные факты из вообще культурной жизни «Гомеля», которые мало кому известны и мало кто на них обращал внимания. На самом деле факты интересные. Сейчас мы перервемся на небольшую паузу, а потом продолжим наш разговор. Партнер показа – сеть фирменных магазинов «Гефест». Продолжаем мы нашу беседу с Вячеславом Сухоцким. Говорим о гомельской музыке. Вячеслав, мы вот только что, пока пауза была, сказали, что имена не запоминаются. Может быть, их не было таких ярких имен, вот в те 30-е, 40-е, 50-е. Ну, понятно, Рыбальченко, хорошо. Даже сейчас на ДК Ленина он почетный гражданин города Гомеля. Может быть, потому что не было таких ярких личностей, либо потому что, может быть, система отчета современная на то время немножко варьируется. Нет? Дело в том, что, естественно, имена забываются. Именно поэтому я и ставил целью вспомнить больше талантливых людей Гомеля. Не только касательно музыки, но и касательно каких-то других смежных областей. Потому что в свое время они, естественно, были, называясь современным словом, звездами местными. Но сейчас их уже никто не помнит. Пытаюсь сделать так, чтобы их все-таки вспомнили. Хорошо. А вот, собственно, еще один аспект. Еще один аспект. Где-то в 60-е годы, когда появились вокальные инструментальные ансамбли, когда эти большие оркестры, биг-бенды стали распадаться на маленькие коллективы и стали играть плюс самостоятельная музыка, появилась альтернативная музыка. Это уже 60-е годы. Ну, назовем так, молодежная музыка. Когда сами молодые люди решили сами играть, сами петь подпольно где-то. Бардовская песня опять-таки пошла. Но тогда, в 40-е, 50-е годы, без поддержки государства, будь ты музыкант, художник, будь ты, в общем-то, про тебя никто не узнает. Вот эта государственная составляющая, она присутствовала как-то? Конечно, и государственная, и идеологическая. Пели не просто песни, о чем вздумаются, как сейчас о любви, о расставаниях или о каких-то переживаниях. Основной репертуар – это были, конечно же, патриотические песни, хвалебные песни комсомольскому руководству и так далее. Репертуар тщательно отбирался и проверялся. Нельзя было спеть перед серьезным руководством, который сидел на различных фестивалях самодеятельности, какие-то легкомысленные песни. Если были песни о любви, то это были песни на стихи… О любви к родине. Или о любви к родине, или на стихи уважаемых проверенных поэтов. То есть самодеятельных авторов, той же музыкальных композиторов самодеятельных, поэтов самодеятельных не исполняли? Или вы не находили такую информацию? Скорее всего, не исполняли. В 60-е годы? В 60-е годы – это, конечно же, начало бетломании. Бетломания затронула, конечно же, и Беларусь, и Гомель. Если в начале 60-х еще в нашем городе мало кто подозревал о существовании рок-н-ролла, блюза, джаза, все-таки у нас единственное, что было – это самодеятельность заводская, то уже… Наверное, радио-то слушали? По радио-то передавали? Что там? В начале… Стиляги там надевали джинсы с помощью мыла в столицах. Наверное, здесь тоже такое было? Ну, это к тому, что самодеятельность только… Но в стиляги как раз-таки в нашей стране и начали появляться в 60-х, когда началась эпоха Битлз, эпоха Роллинг Стоунс и так далее. В Гомеле по рассказам Битлз начали играть во дворе примерно в 65-м году. Просто под гитару, во дворе, без каких-то еще инструментальной поддержки. Первые группы, которые можно назвать рок-группами или, как тогда назывались, бит-группами, они начали появляться в школах. И начали играть 13-летние, 14-летние школьники, учащиеся в 8-9 классах. Они выпрашивали какие-то первые инструменты, барабаны, какие-то гитары и пробовали уже играть… Что значит «выпрашивали»? Они должны быть тогда аппаратуру, наверное, где? В школах эта аппаратура покупалась? Или это под акустические гитары и с помощью чашки и так далее, банки-консервные? В советское время электроинструментов не производилось до буквально 80-х годов. И все электроинструменты доставались какими-то подпольными путями и через связи. Нельзя было, как сейчас, пойти в магазин ближайший, купить электроинструменты и начать играть. Это, опять же, требовалась какая-то поддержка. Если не государство, то людей, которые могли это найти. Например, администрация школы. Администрация школы вряд ли захотела бы покупать аппаратуру зарубежную для того, чтобы играли рок-музыку. Те же Битлз. Может быть, администрация школы в 60-е годы знала, наверное, где-то, что это такая... У них там, а у нас никогда. На танцевальных вечерах в школах играли не только Битлз или других зарубежных исполнителей. Играли и советские мелодии, популярные в то время. То есть совершенно был репертуар разнообразный. Но вам уже приходилось встречаться с живыми людьми? Или это тоже, опять-таки, по газетам? Нет, естественно. С теми, кто именно там в 60-е годы на гитарах пытался подбирать самостоятельно Битлз? Многие люди, музыканты, которые играли в 60-х, начинали школьниками играть песни Битлз, они живы до сих пор, и еще много чего интересного могут рассказать. Что-то рассказывали? Конечно. Поделитесь, поделитесь. Рассказывали, что, несмотря на то, что официально не была запрещена зарубежная поп-музыка и рок-музыка, для того, чтобы выступать на различных фестивалях, нужно было, в фестивалях самодельности, нужно было исполнять песни советских композиторов. И если даже ты обладал сам большим талантом, чтобы написать свою собственную композицию, тебя могли просто с ней не пропустить. Рассказывали музыканты про такой интересный случай, про нашего знаменитого Юрия Василевского. Юрий Василевский не был членом Союза композиторов, он в то время был цирковым дирижером, работал в Гомельском цирке. И написал для нашего знаменитого ансамбля «Голоса Полесья» хорошую лирическую композицию, с которой они хотели выступить на одном из союзных фестивалей. Но когда они принесли ее редактору, редактор посмотрел на композицию и сказал, кто такой Василевский. На что музыканты сказали, ну, вы понимаете, он у нас в цирке работает дирижером. Режиссер воскликнул, как «Лошадиная музыка? Никогда не пропущу!» и не пропустил. То есть именно то, что человек работает в цирке дирижером, повлияло на качество музыкального произведения? Совершенно верно. Кстати, цирковые оркестры, наверное, это отдельная тема для вас. Присутствуют музыканты из циркового оркестра, ну, там, в энциклопедии, поименно или как коллектив? Конечно, в цирковом оркестре играли многие музыканты из ансамбля Эдди Рознера, когда он работал в Гомеле. То есть после того, как Эдди Рознер уехал из Гомеля, музыканты пришли работать в цирковой оркестр. И немало там хороших исполнителей было. Ну, там с Эдди Рознером тоже история такая. То есть он здесь фактически в Гомеле только приписан был, по-моему, коллектив. Больше всего гастролировал по Союзу, наверное, нет? Естественно, работа филармонии, собственно, в этом и заключалась, чтобы сформировать какую-то концертную бригаду, в какой-то оркестр и отправить их зарабатывать деньги по колхозам, по городам, на стройках комсомольских. Так и зарабатывались деньги для филармонии. Таких бригад концертных в Гомеле было очень много. Начинали с этого же и будущиеся бры, бригада песни над Сожем. С кем-то из... вернемся туда, в 60-е годы, да? Битлз – это культура хиппи, молодежная культура. Отдельная как бы, как психология, как молодежное движение. Не говоря уже о том, что сегодня только молодежь кругом. Людей, которые слушали ту музыку, трудно найти, вы общались с кем-то из того поколения?